Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Откровение, глава 13, 10 стих. И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его. Потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавши на них пред Богом нашим день и ночь. Откровение, 13 глава, 10 стих. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. То есть что-то уже предсказано, и к этому приготовиться нужно терпение и вера святых. Мы сегодня посмотрим по Слову Божию, по Святой Библии. Что означает пленение? В духовном плане и физически. Как это все окружает нас? Что такое рабство? Как в него не попасть? Если попал, как выйти? То есть это глубокие размышления вам будут на день. Исайя, 5, 13. Только слово плен 98 раз в Библии припоминается. Святые говорят, что самое страшное не война, а плен. Война, ранены, домой вернутся, а плен ты не возвращаешься. Что хотят с тобой делают, ограничивают тебя во всем. Мы сегодня как раз на этой ступенье стоим, чтобы задуматься. Исайя, 5, 13. Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно. И вельможи его будут голодать, и богачи его будут томиться жаждой. Показано, какое состояние людей, которые попадают в этот плен. Пленение на каждом шагу может быть. Пленила ты меня. Положил, говорит, согласно нее. И все, прахом пошло. И что угодно можно с человеком сделать. Потому что он полюбил ее. И не останавливается, как считаем у ездры. И грабит, и убивает. К ногам все возлюбленное приносит. Это плен. Другой пленен злым языком. За каждым словом у него матерное слово идет. Не пьет. Хороший работник. Я говорю, почему так? Ну, вот с детства привык так. Родитель такой был. Другой чистый язык. Пьянство. Он пленен. Сколько раз уже обещался, что не буду. В рот не возьму. Исчезает человек, долго его нет. Где? Уже в больнице лежит. Полуживой. Записываем его. Они не знают, что делать. Я говорю, я знаю лекарство. Притом на 100% вылечит. Какое? Ко мне переходи жить. А у меня мать больная. За матерью мы сразу нашли сестер, которые ухаживают. Переходи. Вместе будем вставать на ночной молитве. Утром на работу. Приходишь обратно. Живет. Тянет? Нет. Но я пошел домой. Я многим говорю, лекарство очень простое. Ты найди там, где этого не делается. Определенная щетка Господь будет тебя вытаскивать из этого плена. У другого другое. Забота. Урожай хороший. Ну урожай-то хороший. Это для чего? Чтобы ты мог с кем-то поделиться. Нет. Какая забота? Сломаю старое. Построю новое. И скажу душе моей. Ешь, пей, веселись на многие годы. Может быть, у тебя не зависит урожай от твоего умения. Но долгота жизни не зависит. И в эту ночь раздалась душа твоя, возьмут у тебя. Из этого плена вырваться только так нужно. Отверглись в себя. Ты не знаешь, что будет завтра. Какая бы ни была у тебя хорошая работа, нравится, нужна другим. Но душе не забывай. Никак. Раньше как было? Человек идет, поздоровался с ним. Бог в помощь. А сегодня даже не поймут, Бог или не Бог. Откуда ты все это взял? Честным путем? Платил десятину? Да, платил. Но теперь, я верю, это неприкасаемо. Все у тебя чистое. Из Божьих хранилищ тебе пришло. Но ты не забывай. Воскресный день. Это новозаветняя суббота. Не поседай на нее. Иначе это все начнет по частям разбавляться. Не будь пленен этим мамонами. То есть я рассматриваю, как в жизни это бывает, по слову Божию. Пленения разные. Вот знакомые наши здесь жил по Теряевке. Уехал. Уехал в Украину. Свой канал. Сейчас уничтожил все. Все считают. Узнают в магазин идти, боязнь. Я зашел, когда лежу, молодой парень стоит. Сразу двое военных за руки пошли. И никто не спрашивает его. Почему? Страна в опасности, они говорят. Ну, всегда было так. Ну, как-то хотя бы я верующий. Мне разрешено там написать. Надо альтернативная служба. Мы радостно известен получили. У нас брат ушел. Мы молились. И будто бы пристроили где-то на кухне. Так это или не так. Но мы все возрадовались. Сегодня такая хвалебная песня от нас идет. Другой брат сам пришел в военкомат. Уже все может делать. И стряпает и все. Сказали, ты нам не нужен. Возвращайся пока домой. Второй вернулся. Этот на месте и этот. Почему? Мы не знаем еще какие. Родственники ваши кто? Вы сообщайте. У нас в Содружество интернета. Каждые два часа начинается моление. И все имена перечисляются перед Богом. Вот наши, которые потеряются и насколько достоверно мне скажите. Которые даже нет, выехали. Так это или не так? Еремеев 48-46. Как Бог смотрит на это? Когда в плену человек или где-то арестованы. Ох, почему же я вот это не ценил? Это надо просто испытать. Говорят, во сколько надо времени, чтобы человек это понял. Не 10 лет, а 3 дня достаточно. 3 дня не давать тебе пить, есть. И ты будешь слышать крики, как там других избивают. И ты или будешь все говорить, что было, не было. Или домой не вернешься. Итак, пророк Иеремия за сотни лет до нашей дней говорит. Горе тебе, Мааф, погиб город Хамоса, ибо сыновья твои взяты в плены, дочери твои в пленении. Почему дочери в пленении, а в пленении, я так и не мог понять. Как в пленении, ты сказал бы дочери и сыновья. Нет, дочери отдельно, при том в пленении. А что означает? То есть она себе не властна. Израиль, когда захватил народы, было сказано от Бога, какие племена истребить, если женщина, девушка не познала мужа, возьми ее. Возьми, пускай она там сколько, 40 дней, стрижет волосы и ногти, поскорбит о родителей, которых я убил у тебя. И будешь как наложница там, жена. А если она тебе не понравится, продавать ее не можешь, ограничения отпусти, она теперь вольная. Вот какие были заботы о людях. Вот сегодня я просчитал, сколько, кого они будут брать конкретно. И пересчисляются. Учатся где-то в научном отделении, там в университете. Дают время окончить. Другой по болезни тоже отрешаются. Другой ухаживает за больными родителями. Это там четверо детей до 18 лет. Это все освобождение дается. В Израиле было по-другому. Все касалось конкретно самого. Я ухаживаю. Ну и что, что ухаживаю. Однако сегодня вот так. Тогда было так. Женился сколько прошло? На месяца три. Иди домой. Год пройдет, утешай жену. А тебя-то кто будет утешать? Следующий дом построил. Жил год? Не жил. Иди. Обнови. Заштукатуй. Все сделай как надо. Еще что. Господь каждому показал. Виноградик посадил, да. А виноград ел, нет. Ну вот соберешься для чего-то урожая. Тогда приходи и в военкомат поговорим. И когда уже всех выстроили, на войну идти. Так, кто боится смерти? Шаг вперед. Ну, ну если не так. Шаг вперед. Кто в разбирку пойдет? То есть не вернется. И люди идут на это. А здесь он знает, если я сейчас шагну вперед, я пойду домой. Это вообразить нельзя, какая льгота была. Но теперь с этого дня у тебя, видимо, будет не дом ветерана войны, а дом трусливого. И дети, да, дом трусливого. Это тоже ради этого надо было позаботиться. А сегодня Господь призывает, пойдешь ты свидетельствовать или нет. Принял человек страхом, как бы не выгнались работы. Я другому скажу о Боге. Я говорю, ты знаешь, что на работе верующие? Знают. Вот у меня конкретно было. Верующий спрашивает. Тебя на работе знают, что ты верующая? Конечно. Ну, а когда со стола садишься, как обедаете? Там обедаете как? Ты крестишься? Я говорю, нет. А почему? Ну, почему? Такие неверующие вокруг люди. Больше ничего не сказал. А завтра я решил перекреститься. В вагонщике на улице Пурга сидят рядом люди напротив. Я решил перекреститься. Знаю, что все меня знают верующие. Рука не поднимается. Как будто герет у Кудова и усидь. Глаз зажмурил и перекрестился. Напротив, который сидит, тебе еще лишний кусок Бог дает. Рядом сидящий на том... Тебе какая разница-то? А ты что летишь? Они другого сразу ударили, их обоих захватили, на улице выбросили. А я сижу рядом, пространство освободилось. С тех пор уже никогда не прятался. Я и не прятался. Ну, и думаю, тут на поругание как бы. Нет, это все же какой-то был страх. Крестное знамение – это начало свидетельства. Сел в вагон, в автобус перекрестился, на тебя уже смотрят. Дальше начинаешь считать, что это вслух. Ну, то есть, не будь прием страхом. Из-за страха. Да у меня муж неверующий, там он в партийной организации раньше был. Бабка крестила только ночью. Батюшка пришел в ванной. Ну, хоть как-то было. Боялись от всего. И вдруг лежит порторг. Какого-то района здесь, видимо, нашего района. И батюшка рядом. Перестройка, а что делать? Я, говорит, не знаю. В попы иди, в порторгу говори. Там ничего не надо тебе. А кодилу-то помашешь, лишь бы кодила в руках ходила. Вот отношение какое. Я говорю, ну, сделался благочинным. Совершенно верный какой-нибудь. Он пленен неверия. Да тебя хоть бы тысячу раз осыпали золотом. Я не пойду туда. За качеством работы моих Господь смотрит. Он же может вдохнуть на меня, и меня праха не останется вместе с моими родными. Нет, идут. Итак, мы говорим, что такое плен. Лука 21-24. Этого слова не надо бояться в прямом смысле. Мы все пленники, привязанные, плененные земным тяготением, обязанностью к стране, к родителям, к карме. Мы все чем-то плененные. Но надо так сделать, чтобы этот плен не был в ущерб спасения моей души. И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы. Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычникам. За большие деньги евреям плененному введенному в Вавилону разрешалось через какое-то время, там пять лет, на холмах, которые недалеко от Иерусалима, за деньги прийти туда, конечно, под конвоем, и посмотреть на Иерусалим. Иерусалим поплакать. Уходя из дома, на работу, еще раз оглянись. Где ты лежал, где спал, где выходил, где дышал свежим воздухом. Это все может быть отнят от течения одной недели у нас. И мне говорят, да, это там где-то, оно рядом. Рядом и более быстрое событие. Если никто не знает, в сегодняшней ночи, в прошедшей, в России прибавилось лишь четыре региона. Официально выступил президент. И в состав государства, не просто в друзья, в состав Донецка, Луганска, там Черниговская, где, все. Все, отрезали, четыре куска. Я говорю к тому, чтобы молились только. Потому что сразу же поступило сообщение, патриарх заболел модной болезнью. Будто бы там его секретарь сообщили, насколько это и как, не знаем, тоже усилить молитву. Не дремлите. Перед этим только патриарх сказал, что наш главнокомандующий и его военные очень нуждаются в помощи молитвенной. Нас никто не знает, как мы дома бываем, молимся. Это очень трудно, большая обязанность. И при том, сразу предупредил хозяина этой нашей страны, земной хозяин, если кто-то полезет, всеми имеющимися средствами ударил. И когда сказали, неужели ядерно? Он говорит, вы первые показали пример, когда на Японию две сбросили. Не мы первые. То есть, речь идет о серьезном повороте мировой истории. А как правильно он знает? И поэтому мы молимся, вы его что, благословите? Да кто я такой? Я только говорю, Господи, да будет воля твоя. Вот меня сколько здесь терзали, терзали, и вдруг кончилось ничем. Мировое соглашение, несудимости, ничего нигде нет. Теперь только заботиться, как это, по человеческим меркам, законам, теперь все то, что нам нужно, можно было брать. Не попасть в плен. Десять дней, это окончание уже тогда, десять дней это право опротестовывать. Третья книга царств, 8.47. Сначала посмотрим, как было в Ветхом Завете, потом в Новом Завете, потом как нам поступать. 8.47, Третья царств. И когда они в земле, в которой будут находиться в плену, войдут в себя и обратятся, и будут молиться тебе о земле, пленивших их, говоря, мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны. Вот как, в плен, значит, научились молиться, слово синагога в Ветхом Завете отсутствует, это школа. И они этого поняли. Главная ошибка, что народ не научен. Мы сейчас в таком положении, что нас Господь трогает. Я вот вижу у кого-то там как-то с детьми, и уже в молительной нашей группе, и вместе молимся. Как Господь все устраивает? Вчера надо было уговаривать, сегодня не надо уговаривать. Потому что человек, который от вас ушел, он очень нуждается в постоянной помощи. А если он настоящий христианин, через него услышат другие. Здесь целая цепочка может пойти. Мы же не уклоняемся от этого. Мы говорим, мы не можем брать оружие, принимать клятву, переодеваться в военную форму. А основное, мы можем это делать. Работать, помогать. По соображениям совести показывали фильм. Я думал, это название его. Оно название взятое из Конституции. И дальше только по соображениям совести я не могу взять оружие. Взявший оружие погибает, написано. Мещ от меща погибнет. Кто ведет в плен, сам пойдет в плен. А как с пленными? Как Елисей обратился. Когда оказались, он их ослепил. Они пришли завоевывать. Он их ослепил и слепых довел до центра государства. Открыл глаза, они бегут вокруг войска. Пальцами пошевелить. Что теперь делать? Попить их надо. А ты их завоевывал. Накорми, напой. Перевяжи раны и отпусти домой. Снабди их. И написано, и сирияне с тех пор больше никогда не приходили воевать. Вот какое оружие. Мы это оружие должны использовать день и ночь. Показать, что со Христом, по слову Божию, не в тысячу, а во много крат больше пользы, чем просто пойти и убить врага. Вторая параллель по минуту 29.4. 29, здесь у меня написано. Вторая параллель по минуту. Параллель по минуту означает добавочное. И вот пали отцы наши от меча, сыновья наши и дочери наши и жены наши за это в плену до ныне. Как они страдали от этого. Кто-то остался, кто-то куда-то убежал. Возвратиться нельзя. Земля другими народами. Эту землю другими заселяют. Мы вот эту ситуацию в Израиле повторяем буквально пошагово. Потеряли то, потеряли другое. Я только сегодня объяснял об этом. Я всегда называл цифру 50 от 1 тысячи сел, которые исчезли. Оказывается, 70 с лишним тысяч сейчас. Села, которые кормилиться. Это заброшенная земля. Выступает местное законодательное собрание депутат. Это не просто на карте исчезло название. Это потерянная земля. Она не будет пустой. Тут будут другие люди. Мигранты будут. Они так и делают. Брошенные заселяют, которые с юга, с востока. Это мы сами себе других соседей находим. А почему? А ты тысячу раз вспомнишь, какие у тебя были соседи. Как выходили, здоровались. Другой язык, другие нравы. Еще немного, и они будут командовать нами. Но и с ними можно жить. Не быть пленником у них. Первая ездра, она одна. 10-7. Две книги. Вне канонические попали. Первая ездра 10-7. Здесь нету. Здесь она сразу за этим идет. 10-7. Каноническая одна, а две ездры, вне канонических, ее здесь нету. И объявили иудеям, и Иерусалиме, и всем бывшим в плену, чтобы они собрались в Иерусалим. Вернулись, и которые были в плену, вернулись. А в это время там уже познакомились, переженились. Дети с детьми приехали. Я эту картину представляю. А она другой нации. Жизнь хорошая, любят друг друга. Отец их благословил, то есть тесть. И вдруг ездра собирает всех. И вы знаете, какой устроил он там развод. Всем развестись. Да как у нас хорошая семья, мы друг друга понимаем. Моя жена, вот от 10-го ребятишек. Я сказал, развестись. И дальше ставят какие, буквально под клятву. То и то будет, сегодня это будет. Извольно будете из общества. И потянулись целые караваны домой. Конечно, какая встреча была. Так а почему разошлись? Не знаю. Мы сказали, по нашей вере не положено. Вот какие бывают ревелители. Поэтому в духовном плане, если ты видишь дело какое-то не христианское, ничего это не дает. Отрежь это все и выбрось. Соседи, друзья какие там близкие ходили друг к другу. Ты видишь, на молитву не идут. Ограничь эти посещения. Доверься Господу. То есть, духовный план переведите. А почему? Мы об этом считаем 1 Коринфянам 2.13. Это место лучше бы запомнить как-то. Хотя бы одно. 2.13. Что и возвещая, не о человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Духовное с духовным, соображая. Там, говорится, плен. Я говорю, какие пленения бывают? Ну, говорю, чуть-чуть, только где-то немножко. Уже нету. Посещая, почему? Я не могу. Ну, как же я не могу? Ты уже во дворе ходила. Ну, рядом, через дорогу перейти. Вот это пленение собственным телом. Лишние пуды и жира. И все время стонут и стонут. Вот, нам наша старица, Царство Енебесное, Серафима Гаврииловна Старова, например, вы ни разу не видели ее сидящей. Я точно говорю. Вы не слышали, чтобы она стонала. Она как-то подойдет. Даже, помню, листики подошла, тут дерево трогает. А мы издалека смотрим, прощается, видимо. Как она заботилась о том, чтобы Господь услышал. Что-то у тебя болит. Встань на поклонах. Сегодня у тебя не получается, завтра получится. Господь с тобой. Не бойся сказать, что у тебя надобность выздороветь. Сообщи другим. Вот у нас по сообществу, когда узнали, что у меня тут всего лишь 3 года, и там поднялись все, что только не было. Советы. Врачи моего здесь потеряевского назначены. И все, как будто никогда не было никакой болячки. Псалон 13.7. Попутно хочу сказать, если Господь благословит, завтра у меня тема о пении поговорить. Подумайте, какие у вас есть песнопения духовные, которые вы поете. А у нас будет занятие, и на занятиях можно будет послушать. Кто даст все у нас спасение Израиля? Когда Господь возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Яков и возрастится Израиль. В духовном плане из этого плена надо вырваться. И мне, ну, каждую минуту, прям буквально. Родственники неверующие совсем. Зачем поехали? Не знаю. Я спрашиваю, ты им говоришь о Боге? Да, говорили о Боге уже. Ну, побыл, раз они нуждаются в тебе. Нет, а зачем едешь? У верующих все-таки должно быть все по-другому. Вот только недавно, 27 сентября на этой неделе. 27-го. Это в авторник было. Я отмечал 60-летие, как Библию получил в руки. Со всего интернету я могу перечислять страны, Европу, Азию, Америку, не знаю, которые поздравления прислали. Мы же от вас это услышали. Другие еще дальше говорят. Через вас началось возрождение православия на Библии. Я стал исследовать, по Библии нигде не было, а у нас на первом месте Библия. С Библии в руках выходим. А я-то получил где это? У сектантов. Почему я нигде не прохожу мимо? Кто бы он ни был, даже он враждует. Я смотрю, какой он работяга. Какого-то что-то... Ну, найди что-то доброе, за что можно было бы зацепиться. Плач Еземея, 2.14. Книга так называется Плач. Плач плененного человека. Пророки Твои провещали Тебе пустое и ложное, и не раскрывали Твое беззаконие, чтобы отвратить Твое пленение. Изрекали Тебе откровения ложные и приведшие Тебя из знаний. Вот теперь, которые, да ничего, главное вот это, а главное капистое, главное, ну что у нас у православных говорят? Чаще исповедуешься, чаще причащаешься по-нашему. И он говорит, все это ложь. Нигде этого не написано чаще. Зато он с Гатыней причащается один раз в два года. Надо быть готовым к этому. А тогда было обещание, какие говорили пророки, а оказалось, ничего этого не будет. Оказалось, ну а где пророки? А где они? Погибли все. Надо все у себя, что у тебя есть, сравнивать по Слову Божию. И когда задаем вопросы, есть, вот у нас через два часа идут молитвы, сто поклонные. И каждый раз, если занятия идут, час, занятия идут, полчаса дальше к моей вопросу и ответу. Новые люди приходят. Только позавчера зашел один человек, ну, а лицо открытое, но видно, что он не русский. Ну, говорит чисто по-русски, с такой радостью мы встретились, вот, понимаете, что, ну я понял, что из мусульман, видимо, мы семь человек слушали вас, две проповеди, мы все решили принять православие. Совершенно незнакомый человек. Я поговорил, я говорю, мне некогда, ну подождите еще немного, я хоть... Он, я нашел жизнь, я даже не знаю, хоть какие проповеди. Какое проповедник-то, видите, тут слово скажу, да ищу, почему нет. Но мы касаемся Слова Божия, как Он открывает нам, небо перед нами открывается. Самое простое, и мы увидим, что пленные или не пленные. Это важное дело. Ноги не спутанные, идешь на благовестие. 1 Коринфян 9, 27. Радство и пленение. Это одно и то же. Но усмиряя и порабощая тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. У нас есть тело и душа. Разговор идет только о теле у людей. А ты пойми, что тело – это рабыня души. Я паститься хочу. Да нет, я вроде больной. А одни святые говорят, если ты скажи, врешь, обманщица. Мало ящ, мало пи, здраво будешь. Тело свое благовариваю. А чего такое? Я вижу, который у нас больнее, настолько же излишнего веса. Мы сейчас на весах, которые к нам приезжают, всех взвешиваем. И нашелся один человек, которому первый раз за свою жизнь я сказал, тебе надо наростить 5 килограмм, не хватает. Метр 80, кажется, у него 7. И 64 килограмма. А это, ну сколько рост у тебя, скажешь? У меня метр 60. Сотню отбросить, 6 остается. Можешь пятерочку скинуть еще. За это не поднимайся. Это твой вес. Почему, говорится, толстое чревание рождает тонкие мысли. Опять же, рабом питания. Я не знаю, как он. Есть гортано-бесье. А есть гортано-чревие. Один лишь бы напить утробу, а другому обязательно, чтобы подслащено было. Горман, сибарит называют. Ну, везде сумей себя ограничить. И на чем ты сократишь? Для дела Божьего. Вот у меня на квартире неоднократно жили студентки, когда все сестры у меня, мои родные, жили. Ну, а что особенно? Ничего особенного нет, но это новые люди. Мы их вводим в свой порядок. Готовим вместе. Сколько на питание будем вложить? Ну, тогда было 25. Если останется, мы их в десяти не отложим. Короткое время проходит, у нас накапливается сколько. И куда же вы их девали? Я рассказываю один случай, просто капитальный. Человек с нами был и вдруг исчез. Пять лет не было. Через пять лет появился. А где ты был? На севере. А что ты делал? Золотые прииски. Это катапилар какой-то, или там, на мощном траке, бульдозер работал. А десятину платил? Нет. Ну, а как мы тебя примем? Потому что ты обкрадывал Бога. А десятина – это святыня, святотатис. Мы тебя не примем. А что я должен сделать? Заплатить десятину. Как? Ну, за пять лет сядь, подсчитай. Он подсчитал. Я таких денег в руках не держал никогда. Теперь подсчитай, сколько тебе надо. Он подсчитал. У меня, говорит, на книжке ровно столько. Забирай. Вот отдашь эти деньги, мы тебя примем. Взял деньги из рук не выпуска и пошли. Куда? Северо-западная, 144. Это отделенные баптисты. Их пресвятиваю Владимиру мы отдали. Почему? Ему известны были люди, которые подпольно издают Новые Заветы и бесплатно раздают. Как меня за это обсуждали? Баптистам. Я отдал Богу. Не баптистам. Через баптистов. Потому что они, там, молодежь, работали. Их на вертолете разыскивали. Где-то в Латвии, Прибалтике. И продажи не подлежат. Я просто делюсь с вами опытом. Как, откуда накапываются деньги. И до единой копейки. Ни одна копейка к этим пальцам не прильнула. Мне присылали откуда-то. Я с кем-то захожу. И к деньгам не прикасают. Даже отпечатка моего там нет. Сразу же отправляем те. Кто-то переезжает на новое место. Вы не забывайте. Я не просто староста Крестово-Звиженского община. А еще одно звание у меня есть. Попечитель. Роженицы. Новобрачные. Болящие. Приезжающие. Студенты. Все в моем зрении. Я должен каждому узнать, нуждается он или нет. Я попечитель. То есть награда мне такая. Имея огромный опыт, я сразу буду заботиться. Как бы у него все это получилось. Мне нужна помощь ваша. Потому что тут я, бывает, и не замечу кто-то в большой нужде. Дальше. Галатам 4, 2, 3. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока. Отцом назначенного. Назначенного. Так и мы, доколе были в действии, были порабощены вещественным началом мира. Порабощены мы бываем вещественным началом. А какие вещественные? Пить, есть, гулять с его удовольствием. Из этого порабощение и вызволяет Господь. Я говорю, как ты обратился? Ну как, ходил в храм, это... Нет, это не так. Обратиться, это поворотиться. Это идти в другом направлении. Что любил, то возненавидел. Что не знал, то узнал. Я говорю, как у меня было. 27 сентября. 17.00. 1962 год. Я называю Латвия, Бенстонс, Карла Розенберга, 18.4. То хозяева. У меня было одновременно рождение свыше и крещение Духом Святым. Я на себя глянул, это единственное, что я для 23 года не держал Библию. Я этого не знал. У меня все дары, кажется, были. Не было дара слез. И буквально через несколько дней была встреча, и Бог дал этот дат. Это нельзя выразить. Как Игумен здесь был и говорит, вы где видели, чтобы на коленях кто-то стоял в ограде церковной и часами плакал и молился. И моего там ничего нет. Но я вот и 60 лет на этим смотрю. Каждый из вас в конечном итоге имеет какие-то нити с того дня. Кто-то услышал. У православных вообще на Слово Божие нигде нет. Ни у проповедников нет. Ведь у нас на каждом Слове, вот сколько здесь, маленькая проповедь, 22 раза мы открываем Библию. Это не все. Это только то, что я открыл из 98. В 4 с лишним раза уменьшил. Титул 2-3. Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были плеветницы, не порабощались пьянство, учили добру. Это же он. Вы себя стареете. Учите любить мужа. Это не... Это... Просто профессия такая уговаривает. И с человеком вот уговаривает. Миротворец. Блаженны миротворцы, ибо они наречены будут сынами Божьими. Ни за одно блаженство такой высокой награды нету. Наречены. Уже здесь. Но у тебя было такое, что ты где-то видел враждующие, и кто-то примирил бы где-то. Ну, не желает его, не примиришь. Но бывает двое или больше. Мы были в Кызыле. В Кызыле были мы. Оттуда я ее нашел, как говорится, свою половину. И там баптисты отделенные, такие, и между ними не было общения. А тут собрали всех вместе. И вдруг я выхожу у них там на капельную. Никто не знает. Думаете, я зарегистрированный баптист? А те думаете, я не зарегистрированный. Ни один не знает, что православный. И я сказал проповедь, вы бы видели, что это. Я в жизни только один раз видел. Ну, было, допустим, тех 150 и других. Они плакали, молились, целовали друг друга, восклицали. И никто не знает, как это получилось. Это Бог делает. Блаженны миротворцы. Ибо они наречены будут. А как это сделать? Один Господь знает. А если противиться нет? Ну, от тебя не зависит. Почему и говорится, если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми. Если возможно. Апостол Павел со всеми был мирным? Да нет. 40 его евреев и знакомых поклялись. Не пить, не есть, пока не зарежут. Пока не убьют. Так что врагов было у него до преизбытка. Нельзя было воротами города выйти. В корзинки спустили, где-то в другом месте. Так. Исайя. 14.34 И будет в тот день, когда Господь устроит тебя от скорби твоей и от страха и от тяжкого рабства, которому ты порабощен был. Помни, какой ты был, где был. Мне трудно даже все припомнить. Да ничего не было, то, что мир делает. Нет. Я знаю. И никто меня не переубедит. Я знал, я умру, буду в аду. Меня никто не мог переубедить. Я не делаю, не пью, не курю, не блужу, не пьянствую. Я буду в аду. У меня-то щетка, внутренний голос говорил. Пока я не взглянул на Христа. И при том распятого. И пока не был им принят. Исход 13.3 Коротко сейчас еще посмотрим, как из рая выходила страшного плена, где детей убивали. Всех мальчиков хватали, бросали к крокодилам. И сказал Моисей народу, помните сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкою вывел вас Господь Атолий, и не ешьте квасного. Вот как. Вы всегда помните, где вы были. Если бы не услышали, не пришли на занятия в университете, некоторые через это пришли, где бы вы были. Но только одно ты имей в виду, и ты поймешь, Господи. Да я за тот день, я вам отмечу, особый день был, когда я впервые услышал о Господе. Я попросил написать, как вы пришли к Богу, как оказались в общине. У меня 30 томов открытым оком книги, 15-16 том, 84 человека описали. Да еще как описали. Книги-то попали там в Америке, а дается телефон, он сразу позвонил. Амунагаева, сестре, спросил ее, только, это вы сами писали? Она говорит, да. А вы кто, баптисты? Она говорит, это юридики. Вы в церковь приедете. Она как-то начала ему свидетельствовать. Женщина как будто малограмотная совсем. А он потом звонит, вот это да. Как? Перерождение. Выход из плена. Второзаконие 6.12. Тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Значит, это не забыть, где мы были. Вот я говорю об этом, все время вспоминаю. Не приведи к Госпоте, если бы Господь меня не избрал тогда. Я бы примкнул к тем, которые свергают эту власть. Я сильно готовился к этому. А Господь сказал, тебя будут гнать и ставить к стенке. И так додаст нам Господь не быть в плену своих наклонностей, превыше, обстановки, но служить Господу чисто, свободно, радостно. Аллилуйя. Аминь.